Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы с вами сегодня почитали в конце службы, попели, почитали канон благоверному Даниилу Московскому. А мне очень хотелось, чтобы мы приобщились к этой памяти и вспомнили имя одного из наших заступников, основателей города Москвы, легшего в фундамент его нынешнего и будущего величия. В те годы, когда Москва была деревянной и ничего великого в этом городе не было, Даниил здесь княжил, воевать не любил. Не было таких князей, чтобы не воевали. Надо было, воевал, но вообще воевать не любил. Любил молиться, закончил жизнь в монашестве. Русские люди вообще считали, что заканчивать жизнь нужно в монашестве. Это забытая традиция достойного возрождения. По крайней мере, запомните это. Не каждый достоин этого. Но подумайте себе так, что, допустим, заканчивая жизнь, чтобы человек дал Богу обет, и еще находясь в силах и вражами, чтобы он еще мог принести какое-то пожертвование от своих мирских нажитых трудов на обитель и потрудиться в ней руками своими, или хотя бы в чтении молитв, псалтирных и прочих таких, чтобы он в сознании, в ясном уме дожил последние дни в монашестве. Это вообще великая вещь. У нас князья так поступали во множестве. И не только в нашем народе. Например, в Армении, не знаю как в Грузии, в Армении точно знаю, что женщины по определенному возрасте, по прекращению обыкновенного женского, когда она уже не родит, точно уже женщину, они все деваются в черное. И монашку от простой бабушки не отличишь. У меня были прихожанки армянки, еще во Львове, и одна из них, вот чистая монашка, я сейчас за монашку принимаю, я не монашка, я просто по-армянски живу. То есть у нас все женщины так делают, те, кто веруют. Не так, как современные бабы, значит, такие, там, 78 ей там, значит, под ребром уже, она завивки там всякие, там, красится, понимаешь, там, какие-то там, выдумывают, что там в салонах красоты, какая красота, по 150. Так вот, монахолюбие должно быть стержнем нашей жизни. Оно и есть в каком-то смысле, потому что мы ходим, бродим по монастырям в поисках старцев, не всегда это полезное занятие. Потом мы любим монастырские службы, потому что монастырская служба лучше, чем мирской службы. Она длинней, умильней, она разбивает спуски сердца. Как научилась медицина камни в почках ультразвуком дробить, но не научилась медицина дробить каменное сердце. А служба Божия, она имеет в себе то, чего медицина не имеет. Она дробит нам службой своей сердце каменное. Сначала оно в порошок дробится, а потом с тебя этот порошок вымывается, как бы, и ты получаешь сердце новое, как Еремия сказал. Дам вам сердце новое, и напишу в нем законы мои, и будете новый народ. Это все делает Господь через богослужение, через покаяние. Поэтому народ наш это знает, в принципе, тянется в монастыри. Но вот такая идея, чтобы постригаться в монахи на старости. Я не знаю, сможем ли мы с вами, вот я говорю об этом, я, например, не уверен, что я смогу, сумею, что Бог позволит, что я доживу до этого дня, когда мне вдруг озарит такая мысль. Дети скажут, давай, давай, батя, давай, уже засиделся здесь в хате, давай, вали куда-нибудь в монастырь, сиди в келье, там, Библию читай. Скажут, с Богом, с Богом, папа, с Богом. И себе там все. Ну, а что же в жизни ловить, как бы, там? В кино ходите на курорты ездить, как бы, в 75, как бы, значит, в шортиках бегать, там, с фотоаппаратом, как бы. Стыд, стыд позорный. Вот этот мир блудный, блудный вавилонский мир, который рушится, как карточный домик на наших глазах. Это мир, который нас всех обманул и научил нас, как бы, принять за истину законы жизни, какие-то блудные такие, когда уже старик, не старик, девочка, не девочка, мальчик, не мальчик, уже мужик, не мужик, баба, не баба, уже все перемешалось в полный вавилон. И я вам говорил, что вдруг, стоп, машина, вавилонская башня строится, прекращается. Уже последние этажи достраивались. Что уже там, кого ломать, Африку, она и так поломана. Она под белой пяткой. Кого там, бедную Латинскую Америку, она и так уже, задний двор Соединенных Штатов, как бы, весь в наркотиках, как бы, и в военных режимах. С кем там бороться, как бы, Донецким. И вдруг, как бы, наша с вами цивилизация, русская, как бы, из недр своей говорит, стоп, 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 стоп. Хватит строить вавилонскую башню. Ваши блудно-содомские привычки, ваши вавилонские нравы нам надоели. Стройка останавливается. Если мы еще не срушим, еще пару этажей не снесем, не затрудним будущее строительства, потому что стройка будет дальше продолжаться. И у нас многие здесь сидят, значит, непосильным трудом заработавшие многие миллионы, сложенные в швейцарских банках, замороженные или украденные уже. И они всем нутром страдают от того, что прекратилась стройка вавилонской башни. Как же так? Они же влюбились в нее, в эту блудницу, которая описывается в книге Откровения. А вдруг ей дали по щам этой блуднице, как бы, она не знает, что дальше делать. Ее же не били давно. Она привыкла, что она всех бьет, и всех обманывает, и всех спаивает, и всех втягивает в порнографию свою. И все слушаются ее, и все боятся ее, и все рот раскрыть боятся. И вдруг дали и по щам надавали, как бы, она сейчас в шоке, как бы, что такое, что происходит, как бы. Меня не слушаются, мне еще по мордам бьют, как бы. Это вот наша, наша с вами русская цивилизация, не потому что мы хорошие, потому что в недрах ее там, вот, как раз Даниил Московский, Александр Невский, Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Вот они вывозят опять на своих плечах нашу блудную, жирную, расслабленную, охамевшую, греховную от начала до конца жизни. Уже до ноздрей грех доходил. И сейчас все испугались, и начинают. Кто умеет, начинает молиться. Кто может, начинает каяться. Кто не может, тот просто линяет за бугор, как бы, ну, и впять эту дорогу. Это вот происходит такое чудо на наших глазах. Поэтому мы с вами должны знать наших покровителей небесных. Вот из них Данил Московский. Ну, а поскольку мы с вами дети Библии, дети Писаний, и никто из нас, друзья мои, не имеет, я об этом всегда говорю, и, наверное, я буду еще долго об этом говорить, ну, я не знаю, сколько я буду жить еще на свете, как бы, но я буду стараться об этом говорить всегда, что мы не имеем права ни одного дня прожить без молитвы и без чечения священного Писания. Потому что все зло мира от того, что люди не знают закон Божий, и не исполняют его, и не поучаются о нем. А церковь каждый день читает что-нибудь нам, то из Апостола, то из Евангелия, то из Бытия, то из Притчи, то из Исаии. Вот сегодня я прочту вам то, что из Исаии читается сегодня на шестом часе. Мы этого не слышали на службе, но услышим сейчас. Очень важные слова. Это пятая глава книги пророчества Исаии. Говорит так. Да. Горе вам, прибавляющий дом к дому. Сейчас я поставлю себе на наводчик. Здесь много раз повторяться будет слово горе. Горе, как помните, одна из последних проповедей Христа Иисуса. Он говорил, горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что вы там взяли ключ разумения, сами не вошли, другим помешали. Горе вам эти, горе вам эти. Горе, 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 горе. Есть такое слово в Писании. Вот Исаии пишет. Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так, чтобы другим не остается место, как будто вы одни поселены на земле. Есть такие, да, которые скупают, скупают, скупают. Дома к домам, квартиры к квартирам, хату к хате, значит, кусок поля к куску поля. Как будто это все можно с собой унести. Есть такие, горе им. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные дома, эти будут пусты, большие, красивые, без жителей. Это даже без войны бывает. Например, люди строят большие дома, некоторые соврать не дадут. Это давно известная вещь, просто многие ее не знают. Например, у человека в доме трое детей. Он строит дом, например, там, с двадцатью комнатами, в надежде, что дети потом поженятся, будут с ним вместе жить. Они не хотят жить вместе с тобой. И вы не хотите с ними жить вместе. И хоть у вас там восемь санузлов, а вы все равно ссоритесь. На кухне ссоритесь, в туалете ссоритесь, там ссоритесь. Не умеете жить вместе. Поэтому бестолк устроить сорококомнатные дома. Вы все равно там жить не будете вместе. Дети ваши сбегут от вас, или вы сами их выгоните. Потому что ни вы, ни мы, никто не умеют жить вместе. Мы стали слишком гордые, спесивые. И поэтому пусть они снимут себе хрущевку какую-нибудь за свои там пару копеек. Пусть там живут. А вам трех комнат хватит. Нет же, строят сорококомнатные дома. А там потом жить негде. А у меня дети, а они не будут с тобой жить. Вот проверьте это. Вон эти огромные дома стоят, а там один человек живет. Зачем это все будет? Кому это потрачено? Об этом тоже здесь говорится. Это же законы жизни, оно же все же объясняет. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пустые, большие и красивые, без жителей. Десять участков виноградники дадут один бат, хомер посеянного зерна принесет ефу и так далее. Вот дальше следующее. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры. Секера это водка. Это крепкий алкогольный напиток. Продукт перегонки виноградного. И до последнего вечера расколечают себя вином. Цитра, гусли, кимпан, свирели вино на пиршествах у них. На дела Господние они не взирают. И о деянии рук его не помышляют. То есть горе тем, у кого на уме только гульки и пьянки. И кто не думает о делах Господних. Вы посмотрите, во что превратилась Святая Пятница. В нашей, например, родной Москве. Святой Москве, где жил князь Даниил. Ее окрестили сегодня Пятница-Развратница. Потому что планктон офисный, значит, торчит в своих офисах 5 дней в неделю. А в пятницу вечером бронируют себе кабаки. Уходят с работы. И как ни в себя, льют в себя все, что можно. И расползаются по домам только в субботу утром. Уже когда суббота наступила, как будто суббота 6 часов утра, суббота 7. Они только расползаются из кабаков. В пятницу залезли, в субботу выползли. Это уже закон такой. Это американские нравы. Прилезли к нам. То есть блудница научила. А Господь говорит, что горе таким людям. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеру, а до позднего вечера разгорячают себя вином. Цитра, гусли, тимпаны, свирели. И вино на пиржествах их. На дела Господни они ими не взирают. Это причина того, что потом приходят разные беды. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно. И вельможи его будут голодать. И богачи его будут томиться жаждой. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою. И сойдет туда, то есть в преисподнюю, слава их и богатство их, и шум их. То есть со всеми певичками, актрисами, всеми комиками. И все, что веселит их. То есть преисподняя раскрыла пасть без меры, ибо ждет богатую жатву. И свалится туда вот это все, которое думало только про то, как еще к квартире квартирку, к домику домик, к полю поле. И пьянствовать, и цитру слушать с утра до вечера. А на дела Божии не взирали. Для них раскрыто преисподняя. Мы этого не знали раньше? Знали. Мы этого не чувствовали. Потому что беда была далеко, а сейчас беда опять приблизилась. У кого есть беда, тот все знает. Кто болеет, на кого нападают, на кого клевещут, у кого там жить негде, на кого там болезнь его подтачивают. Короче, тот, кто там со страстями бесами воюет, как бы все все знают. Но в основном народ как бы не хочет прилагать себе к сердцу это знание Божие. А вот сегодня это всем более понятно, потому что сегодня мы все знаем, что жизнь это не шутки. И Бог не просто добренький дедушка на небесах, а это грозный владыка и воевода, который одних в порошок сотрет, других в ад спустит, а третьих помилует, если покаяться. А не покаяться туда же дорогу. Вот такой Господь наш. Но мы про это забываем. Нам хочется добренького Божьего. И в этом наш грех, потому что Бог настоящий, Он всякий. Он то милостивый, то грозный. И когда нужно милости, когда нужно грозный. К кающемуся, милостивый. Кого миловать, помилуй. Кого жалеть, пожалей. Кого наказать, накажу. Кого уничтожить, уничтожу. Он такой. Но мы только первую часть предложения поминали. И грех нам за это. Сегодня мы удивляемся все. А где Господь? Где был, там и есть. А это что от Него? От Него. Это все от Него. И еще мало от Него, потому что дальше будет больше. Потому что народ, как ни каялся, так паяться и не хочет. Потому преисподняя расширила уста свои без меры. И сойдут туда вся слава этих любителей погулять. И богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек. И смирится муж. И глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде. И Бог Святой явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле. И чужие будут питаться оставленными жирными паштями богатых. И горе тем, которые влекут на себя беззаконие, веревками суеты. И грех влекут на себя, как бы ремнями колесничными. Слышите еще, внимание, горе тем, которые говорят. Пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели. Пусть приблизится и придет в исполнение совет Святого Израилева, чтобы мы поняли. Как много людей говорили, и до сих пор такие, значит, глупые есть. Которые говорят, ну если Бог есть, ну пусть покажет себя. Хорошо. Еще раз повтори. Ну если Бог есть, пусть он покажет себя. Хорошо. Еще раз можешь повторить? Ну если Бог есть, пусть он покажет себя, чтобы я видел. Хорошо. Все, до свидания. А что произошло? Пока ничего. Ну ты три раза сказал, Бог три раза услышал. Теперь жди. Ждите ответа. Через месяц, через неделю, через полгода он тебе покажет. Но ты не обрадуешься. Есть же те, которые, ну давай, давай, покажи, какой ты там есть, ну давай, сделай что-нибудь. Слышите, что Писание говорит? Таких много было, наверное, и там, и здесь, и везде по всей Вселенной. Теперь уж таких почти что нет. Те, которые вот сидят в ожидании смерти со дня на день, с часу на час, они уже ничего такого не говорят. А много таких болтунов. Говорят, ну давай, покажи нам. Вот Писание говорит нам заранее об этом все. Почему мы этого не читаем раньше? Не читаем, говорим, ну то не слушаем. Да, там ладно. Пусть поговорит, у нас свои дела есть. Горе тем, которые говорят, давай, приближай свое наказание, мы посмотрим. Еще кому горе? Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, свет тьмой. Горькое почитают сладким, сладкое горьким. Это вообще чисто наша цивилизация. Это в мирные времена такова вся журналистика. И сегодня вот это вот, допустим, я просто удивляюсь. Я там жил долго, вот там, именно там я жил. И я, конечно, знаю, сколько там брехунов много. И что журналистика тамошняя, это просто дьявола во семя. Но даже я удивляюсь, потому что я не верю, что так можно брехать. Что можно на черное говорить белое, на белое черное, на сладкое, на горькое, на горькое сладкое. Был такой фильм, когда-то на Киев, на учфильме был такой снят фильм. Я и другие, документальный, потрясающе интересный фильм. Где были вскрыты разные стороны человеческой психологии, как сейчас помню. И там над детьми делали эксперименты. Маленькие дети в кружочке сидят. И у, допустим, пять детей. У четырех из них каша манная сладкая, а у одного из них соленая. И дети едят, говорят, скушай, Миша, скушал. Как каша? Сладкая, сладкая. Даша, сладкая. Оля, сладкая. Вася, он сделает соленое. Потом начинается опять по кругу. Они говорят, сладкое, 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 сладкое. Он соленое. Потом сладкое, 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 сладкое. Он начинает плакать. И уже молчит, уже ничего не говорит. Плачет и молчит. Потом еще раз по кругу, сладкое, 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 он ест соленую кашу и говорит, сладкое. Человек, понимаете, когда вокруг тебя выстроилась система лжи, то ты через месяц, ты уже будешь, если тебе будут месяц, ты паровоз, через месяц ты скажешь, тутун. То есть начнем, у тебя пар с ушей пойдет, это грузинская пословица. Это вот прям, в Киеве когда такие фильмы снимали, еще в 70-е, хорошие 70-е годы. И вот там люди есть, которые просто говорят, сладкое, хотя у них горькое во рту. Или говорят, соленое, хотя у них сладкое во рту. Это черное, хотя это явно светлое. Это светлое, хотя это явно черное. Они запуганные, запуганные. Но есть те, которые сознательно говорят, сладкое, а оно горькое. Говорят, белое, а оно черное, они знают об этом. Так вот Господь заранее говорит всем, кто сознательно говорит на белое и черное, горе тебе. Какое это будет горе, сам узнаешь. Но будет горе сто процентов. Говоришь на сладкое-горькое, на горькое-сладкое. На тьму свет, на свет тьму. Горе тебе. И об этом тоже сегодня пишет Исаия. Я вообще говорю, что это Библия, это не книжка, значит, старая книжка про глубокие вещи. Это утренняя газета. Она говорит сегодня про сегодня. Не только про то, что было когда-то. Это сегодняшний наш темп. Напоминаю, я читаю пятую главу, потом домой придете, прочитайте ее еще раз. Потому что повторением отмечения. И когда там, скажем, там, ювелир, там, или что-нибудь, да монограмму на камне дорогоценном делает, он не один раз, значит, алмазорезом там по камню проводит, а несколько раз, чтобы влюбить эту царапину, которую он знает. Надо царапать, глубоко царапать на сердце это все. Тут пятая глава Исаии. Она про сегодняшний день. Она сегодня читается в церкви на богослужении. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. То есть не гордись, человек. Не гордись, но бойся. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкие напитки. Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законно. То есть вот там перечисление этих всех, это горе, 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 ложь, жадность, суенность, любовь к постоянному веселью, забвение о делах Божьих, то есть невнимание к Божьему закону. Вот тебе, пожалуйста, и все. Ну горе тебе. Если ты один такой, тебе одному и будет горе. Если у вас целый город таких людей, всему городу и будет горе. Если вся страна таких людей, всей стране будет горе. Если весь мир таких людей, ну всему миру будет горе, ну а как иначе? Приноем. Один мой был хороший, все остальные были похуже. Не было демократии никакой. Господь голосование не ставил, кого топить, кого спасать. Он прекрасно понимает, что если у вас большинство, но все вы, значит, мухи дохлые не стоите, то какое ваше большинство имеет здесь вес? Один святой, одного и спасем. Остальное никуда не годно, остальное все погубим. Какой Бог был, такой Бог и остался. Как при Ное, как при Лоте, как при Исаии, как и сегодняшний день. Поэтому не удивляйтесь происходящему. Это правильно, это так надо, это Господь делает. Это никто и без Него ничего не делает. Без Него пальцем не пошевельнешь. Без Бога не до порога. То есть до порога не дойдешь, если Бог не даст. Это все нужно и нам, и им, и всем. Нужно смирить вавилонскую блудницу. Нужно перестроить нашу брехливую, лживую жизнь, ориентированную только на удовольствие и на бабки. Нас же так научили, что жить нужно для того, чтобы получить удовольствие и зарабатывать бабки, чтобы поменьше трудиться, побольше кушать. Нам внушили это и мы в это поверили. И горе нам за это. А некоторые просто, как я вам сказал, из страха молчали. И вот оно началось. Началось для того, чтобы весь мир перестроился и весь мир перепугался. А об этом всем написано, это не нужно ничего выдумывать, это просто открывайте Библию и читайте. Но, к сожалению, читают ее мало, еще меньше людей понимают, что здесь написано. Хотя и читают. И вот когда это все перечисляется горе-горе-горе-горе-горе, ну, говорит, ну, выводов никто же не сделал по-настоящему. Зато, как огонь съедает солому, как пламя истребляет сено, так и стлеет корень их, и цвет их разнесется в опрах. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и простает он руку свою на него, и поразит его. Так что содрогнутся горы, и трупы будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его еще не отвратился, и рука его еще высока. То есть это не конец. Единственное спасение от бед настоящих и будущих, это перестройство жизни на правильных Божьих фундаментах. В образовании, в бизнесе, в лифтах между властью и простым народом. В информационной политике, в вере, в покаянии. Если кто не будет делаться, это все у нас будет, это все так или иначе. Трупы на улицах, они могут быть в каждом городе в любое время, потому что все виноваты, и все согрешили. Вот книга жизни. Она страшная. Это не собрание детских сказок на сон грядущий, на ночь. Про белочку и зайчика. Потому что все хорошо, чтобы спи спокойно, милое дитя. Ничего подобного. Это страшная книга, в которой содержится абсолютная правда о человеке. Будет тебе человек вот это, если сделаешь это. Будет тебе вот это, если сделаешь это. Поэтому куда тут еще упираться? Куда еще убегать? Куда юлить? Юлить больше нехуде. И вчера не было, куда юлить. А сегодня уж тем более. А завтра тем более. Поэтому кто имеет разум и умеет читать, в ком есть вера и совесть, читайте Писание. Оно выше всех молитв. Вот ты берешь Писание Святое, положил себе где-нибудь на стол или на прикроватную тумбочку, с закладочкой прямо, такой вот вечер добрый. Уже пришел, ты спать ложишься, уже глаза вот и слепаются. Ты открываешь Библию на закладочке. Перекрестился и сказал Господи, вразуми. Аминь. И читаешь. Вслух, если, например, жена лежит рядом, там дети рядом лежат, или ты лежишь, жена читает. И вот вслух, 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 вслух страничку. Страничку больше не нужно. Дочитали. Вам, может быть, даже поплакать захочется на какой-то страничке. Может быть, какая-то слеза на страничку упадет. Библия должна быть зацелованная и заплаканная. Вами лично зацелованная, вами лично заплаканная. Вами лично до дыр зачитанная. Почитали, поцеловали святую страничку, сказали, Господи, помоги. Перекрестились, выключили свет, спим. Утром проснулись, включили, значит, уже солнышко, уже вам по не нужна. Открываем Библию. Там, где на закладочке. И опять страничку читали. Зачитали страничку и пошли зубы чистить. На зарядку установись, или куда-то на работу бегом. Или там что-то еще, значит, такое. И если это будет, братья и сестры, Библия сама человека всему научит. Мы даже не будем горло драть. Покаетесь, разумитесь, исправьтесь, за вас само Слово Божие всему научит. Но поскольку никто не хочет читать, никто не хочет принимать к сердцу, никто не хочет даже брать ее в руки, то нужно горло драть утра до вечера и кричать людям, слушайте, вы что, умирать хотите без покаяния внезапно? Это вы, что ли, захотели быть той самой соломой, про которую Господь говорит? Как солома сгорят люди мои. И трупы их, как помет, будут лежать неубранные на улицах. Это же про грешников сказано. Вы что, этого, что ли, хотите? Ну, я уже не знаю, какими словами людей убеждать. Я просто не знаю, какими еще словами людей можно убедить. По-моему, здесь все кристально ясно и не требует какие-то двоемыслия и какие-то превратные толкования. Так что мы сегодня с вами, возлюбленные, слава Богу, отслужили очередную литургию преждеосвященную. Помянули князя Даниила, он наш защитник, он наш градоначальник, если хотите. Потому что Собянин человек хороший, безусловно, безусловно, талантливый, умный, энергичный и на своем месте, наверное, слава Богу, хорошо. Но настоящий градоначальник города Москвы это благоверный князь Даниил Московский. Это он хозяин города Москвы. Это он молится о нас и перед Богом просит вместе с другими святыми отцами и матерями, которые на небесах за нас молятся. Так что мы сегодня совершили память нашего небесного градоначальника и почитали с вами пятую главу книги пророка Исаии, которую сам Бог велел в Великом посту всем читать. На этом аминь и Богу слава.